МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во второй половине часа мы, может быть, разыграем один ценный приз. Но очень ценный, да-да-да. От наших гостей. Поэтому списка мы оглашать не будем, будет один приз, но какой? В студии Сергей Царегородцев, куратор школы современной музыки и практикс-метод. Сергей, добрый день. Добрый день. Данил Бодров, преподаватель школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Даниил Борисов, ученик. Добрый день. Данил и Даниил у нас, не запутаться главные. Вера Власова, ученица школы. Да, всем привет. Добрый день. Вера, инициатор сегодняшнего эфира. И все они, надо сказать сразу, все они не просто ученики и преподаватели, и кураторы. Все они организаторы фестиваля. Открытого фестиваля на свежем воздухе. Открытого фестиваля, который пройдет 25-го, начнется в 2 часа дня в Гагаринском парке. И называется этот фестиваль... Practice Method Open Air. Спасибо, Вера. Я готовилась. Спасибо, Вера. Ну, сейчас будут подробности, наверное, от участников. Обязательно. Вот. Но мы сначала, наверное, все-таки должны про школу напомнить. Школа к нам приходила в гости. По-моему, вы были у нас в открывашке, да? Да, школа изначально была в открывашке, где-то, наверное, в 2017 году. В 2017? В 2017 он приходил. Я думаю, да, хорошо. С историей школы. Ну, история 8 лет насчитывает создание школы. Правильно, Галина Сергеевна? Уже 9. Уже 9 лет. Как-то у нас прошел день рождения. Приходил тогда еще основатель музыкальной школы. Он сейчас основателем, директором является. Просто он сейчас в командировке продолжительной и в очень дальней. Об этом мы тоже попозже можем рассказать, если интересно будет, уважаемым, ведущим. Олег Шабалин. Вот Данил приходил, будучи тогда еще учеником, да, Дэнь, школы? Приходила Анна Шамуранова, преподавательница по вокалу в этой школе. Я как раз имею честь у нее заниматься, учиться вокал, учиться пению. Вот, вроде втроем вы были. И Полина еще была. Да, и Полина, ученица, занималась она клавишами. Сейчас она тоже находится в заграничной командировке вместе с Олегом и командой. — Заграничная командировка — это Китай, насколько я помню, или нет? — Все верно, да, Китай. Да, ребята уехали туда в январе, в конце января месяца, и до сих пор находятся там. — Очень длительная командировка. — С продолжительным эффектом, да, командировка. Но они уехали туда работать по контракту. Работали они в первом городе Сюйчжоу, да, правильно? — Правильно. — Сюйчжоу у них был первый контракт. — Январь уже знаю, что по-английски спокойно смотрю, по-китайски уже так, с хорошим акцентом китайским. — Ну, вы знаете, современному... Да, и учусь петь, играть на гитаре и на клавишах. Ну, как современному человеку, мне кажется, без этого никуда. Это же задействует все зоны головного мозга и помогает человеку развиваться. Гармонично устраиваться в мир. Вот, ребята начинали там играть. Они играли там с января по апрель. Затем их пригласили на гораздо более крутой контракт, то есть где гораздо больше платят. У них сейчас две площадки. Одна из них размером чуть ли не со стадиона, аж обычный кировский. То есть они там играют. В одном из крупнейших парков, ну, Китая точно, город Гуанчжоу у них сейчас называется, там 17 миллионов жителей. Это очень такой крупный центр, очень-очень интересный. — Мне кажется, по китайским меркам это деревенька такая, да? — Ну, вот такая, типа Кирова, наверное, что-нибудь такое, да. — Китайский Киров такой, да. — Всего 17 миллионов. — Да, ребята там зажигают, играют, развиваются, завоевают себе толпы поклонников. Буквально вчера у них был Open Air в третьем уже городе. Вот там они подыгрывали каким-то китайским хористам, юным дарованием. Вот, может быть, и не очень юным. То есть, на самом деле, наши русские ребята, которые учились играть здесь, в Кирове, в том числе и в нашей школе Practice Method, они сейчас завоевывают Китай. По сути, это так, потому что там уже и поклонники, и поклонницы. — И контракты. — И контракты успешные, да, реализации, это всё у них есть. — Всё понятно. — Девять в школе. — Да-да-да, вернёмся, собственно, к школе, да? Вот что это такое? Просто напомнить слушателям нашим. — Да, Сергей Терригорович, да? — Сергей, да. Добрый день. — Добрый день ещё раз, да. — Что рассказать о школе? Это первая частная музыкальная школа, основанная ещё в 2011 году, как сказала Вера нашим основателям Олегом. То есть, изначально это был просто небольшой кабинет. Олег решил, что вот он такой фанат музыки, он очень хорошо как бы играл на гитаре сам, то есть, и он решил, что он может как бы учить людей. То есть, началось с этого, то есть, кабинет, и вот он потихоньку начал учить людей на гитаре. — То есть, сначала взрослых людей? Или сразу же и дети подключились? — Там были и дети, конечно же, может быть, не совсем сразу. То есть, Олег, он, по сути, мультиинструменталист. То есть, он начинал, как он сам рассказывал здесь же, на «Эхо Москвы» год назад, когда приходили с Сашей Бушмакином сюда из Dance People. У них ещё тогда был проект, но он сейчас гипотетически жив. Он начинал с клавиш, насколько я помню, потом уже пришёл к гитаре. И, в принципе, этот человек, как, в принципе, и Данил сейчас уже, он обладает возможностью обучать на многих инструментах. Он выбрал для себя гитару. То есть, он конкретно занимается, развивается по гитарным направлению. Но как раз вот суть школы, как раз вот почему мне захотелось вклиниться, потому что Олег мне рассказывал, мне прямо так вот очень заразило, что, на самом деле, вот обычные наши музыкальные школы, которые муниципальные есть в городе, они дают прекрасную музыкальную базу. То есть, человек, обучаясь там, умеет играть на фортепиано, играть на гитаре. Классическую базу даёт. Классическую базу. Но если у человека есть какие-то там желания самореализоваться именно в плане музыки, выступать, играть в бенде, осуществлять там заграничные те же самые поездки, да, с целью вот именно работы музыкантом, там такого, к сожалению, нет. То есть, личного такого музыкального дарования, к сожалению, эти школы не развивают. Вот та школа, которую, практицемент, которую организовал Олег, как раз даёт возможность развиваться с точки зрения музыкальной карьеры, музыкального самосовершенствования. Там преподают исключительно практикующие музыканты. То есть, все, кто концертирует, да, вот у Данила группа Сандер Эхо. Да, я им там чуть-чуть на клавишах подыгрываю иногда. Эхо создаёшь к Сандеру. Да, да, ну Эхо Москвы, Сандер Эхо, и мы подумали, что есть такая связь с ней. Вот, то есть, школа создавалась для того, чтобы ребята могли вот детей и взрослых учить, на самом деле, живой такой вот музыке, которую можно сидеть в парке поиграть, пожалуйста, на гитаре, подыгрывать в компании, ну, это такой базовый уровень, да, либо выступать, создавать группы, кавер-группы, создавать свой материал. Это всё реализовывать, играть на концертах в Кирове, в запрещенном кирсковстве. Я поняла, вы в том числе помогаете мечту реализовать тем, кого когда-то в детстве из музыкальной школы не взяли. Нет, к нам приходят многие, и после музыкальной школы, приходят многие люди, даже взрослые сейчас, которые когда-то учились в музыкальной школе, но не хватило, допустим, силы закончить, потому что музыкальная школа, это всё-таки... Сложные испытания в жизни. Сложные испытания, согласен, да, я два года не доучился, сбежал. Бывает ведь и так, что и обланчивают музыкальную школу, но просто потом институт, другая совершенно карьера, это как-то всё забрасывается, да, и... Приходят люди... А потом осталось нереализованное мечто. Приходят люди и старшие, то есть бывают ученики, приходят и за 40, то есть вот осталась мечта, кто-то когда-то учился, вот приходит много девушек, мужчины, то есть с желанием, что вот мы когда-то учимся, вот девушка пришла, недавно училась, ой, точнее, как недавно, давно училась в музыкальной школе, и вот так и не закончила, но вот мечта осталась научиться на фортепиано играть. Муж вот подарил, знал, что вот мечта, его подарил синтезатор, ну, сама не могу, то есть и вот приходят и говорят, что а вы нас возьмёте, ну, конечно, возьмём. А есть люди, которые вообще без опыта обучения музыкального? Да, большинство. То есть люди, которые вообще, вот, ну, условно, с улицы пришли, никогда музыка не юная, Борисов. Самому юному ученику школы протест-метод было 4 года. Даниил Борисов. Не, ну, 4 года это понятно, я про взрослых людей спрашиваю. Про взрослых людей, да. Даниил Борисов, да, руку поднимает. То есть люди, вот, которые всегда хотели научиться играть, например, на гитаре, ещё на чём-то, да, но никогда, вот, нигде. В музыкальную школу родители в своё время прохлопали ушами, ребёнка не записали, там, ну, ребёнок, 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 когда бы встал, сказал, не пойду, не пойду, не пойду, не пойду. А потом захотелось за скрипочки играть, да. Девочка, что ли, да. Ну, конечно, приходят, у нас даже есть пример, у нас учится ученик Александр, то есть он уже взрослый, с семьёй, с детьми. То есть он пришёл и сказал, что вот, хочу играть на барабанах. Никогда не играл, но всегда было желание, мечта. Сейчас он уже играет в нескольких составах, также вот выступать у нас на Open Air. Дима Попырин, да. Он как раз тоже... Нет, не он? Дмитрий, да, да, да. Вот. Извините. Он как раз играет у Данила в составе Сан-Дер-Эхо, и он будет также играть в джазовом составе на нашем Open Air. То есть будет барабанить не только в стиле рок, но и в стиле джаз тоже. Я ещё хотела маленький уточняющий вопрос задать перед тем, как мы уйдём на перерыв. А люди, которые приходят к вам учиться, они должны приобрести какой-то музыкальный инструмент свой. Вот условно, гитары я понимаю ещё там, да, а вот барабаны, установку эту надо приобретать или необязательные? Ну, это ведь по желанию. Вопрос тренировки. Вопрос тренировки. Конечно, если просто ходить на занятия и саму не заниматься, то есть не отрабатывать, ну, это будет очень... Я не скажу, что не получится ничего, но это будет дольше. Это будет дольше. Конечно, нужно отрабатывать. Менее эффективнее. Поэтому у нас как бы вот в школе так, что если ты хочешь заниматься, то есть ты в любой момент придёшь и можешь заниматься сам самостоятельно на инструменте школы. Да, если кабинет открыт, то есть он открыт всегда, если там никто не занимается, в этот момент обучение не идёт, то можно позаниматься. Конечно, барабанную установку домой покупать, мне кажется, нереально. Ну, это, наверное, не только владельцы. Есть такие люди, которые есть. Есть такие владельцы там, собственно, в особняках, в отдельной квартире. У них квартира в городских, ну, конечно, проблемы с соседями возникают. Есть электронная барабанная установка, то есть можно такие приобретать. Есть различные тренажёры, да, то есть можно такие штуки приобретать и дома заниматься спокойно. Перерыв. Да, полминуты, мы вернёмся. Возвращаемся в студию. И напомню, что в гостях у нас организаторы фестиваля Practice Method Open Air, который пройдёт 25 августа в парке Гагарин, точнее, в 2 часа дня. Сергей Царегородцев, Даниил Батров, Даниил Борисов и Вера Власова. И мы тут посвящались с Анной в маленьком перерыве, решили, что раз ребят пришли с гитарами, ну, в конце концов... Надо уже играть. Надо уже играть, да. Если ружьё висит на стене, оно должно выстрелить. Справедливо. Справедливо. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 там перед ней площадка, там по субботам проходят какие-то там вечера, дни вечера, кому за 30, там танцы очень веселые проходят, на самом деле очень зажигательные. А в это воскресенье будем там мы. То есть прямо рядом с филармонией. Ну, слева от филармонии, если что, все знают, я думаю, это старая известная площадка. Да, там все нас услышат и все придут к нам на звуки музыки. Так, видели ли вы прогноз на воскресенье, пока филармоники обещают дождь? Видели прогноз? Мы трансерфим всеми силами, всем коллективом Practice Method. Что вы делаете, прости? Ну, то есть призываем Вселенную, чтобы она все сделала так, как это все произошло в прошлую субботу, когда вы тоже помните, что обещали дожди, еще в пятницу вечером мы смотрели прогноз, как раз на субботу перенесли день физкультурника, должны были быть дожди, а в итоге мы получили солнышко, прекрасную погоду. Вот, мы уверены, что в это воскресенье будет так же, но при любых обстоятельствах концерт состоится. Концерт состоится, но берите с собой зонтики, потому что прятаться некуда. Там крыша, там ракушки есть, музыканты тоже. Нет, музыкантам будет хорошо, зрителям будет, наверное, не очень удобно. Да, зрителям обязательно берите зонтики, да, мы понимаем, что будет тяжело, но это того стоит, мы уверяем. Еще одна важная история, это история с тем, будет ли организовано, я не знаю, там питание какое-то, еще что-то. Вот это вот вы обдумывали, или люди сами, там есть точки такие специальные, где можно купить все? Там есть точки. Мы очень плотно сотрудничаем с управлением культуры города Кирова, да, и все вопросы мы с ними, безусловно, согласовывали. Там есть точки питания, там рядом кофе-лайк, наши хорошие друзья, мы как раз будем в перерывах между выступлениями составов разыгрывать подарки от кофе-лайка. Ну, тогда еще скажу, что и отцу в лайке мы будем тоже вкуснее. А, это очень вкусно, да. Да, это очень вкусно, да. Греческое. Греческое, да. Если кому-то интересно, загуглите, фотографии прям слюнки потекут сразу же. Вот, будем разыгрывать еще другие призы, подарки. Да и там точки все есть, да, то есть там есть, извините, уборная, есть и попить, есть и покушать, и все есть. А отчетные концерты школы Practice Method всегда проходят где-то в городе, да? Вот, ну, на таких площадках, где людям удобно добраться. Да, это всегда проходит в городе, но в формате Open Air, фестиваля, это вот впервые такая вот практика, это вот предложила Вера. Она у нас такой... Она оптимистка. Она оптимистка. И верит в солнце. Она всегда думает, что, да, можно затрансферить, да, правильно я сказал? Транссерфить. Транссерфить, да. Я с потом учу. Да, ну, все эту идею поддержали, потому что, как бы, лето, почему бы и нет? Да, нам очень хотелось сделать Open Air, и это очень классно. Чтобы пришли всем желающие. Да, все видели, как это круто на самом деле, потому что ребята, которые сейчас занимаются, вот у нас сейчас идет очень активная подготовка составов, будет пять составов музыкантов играть разных, то есть разные направления, разные жанры, и как ребята, ученики, которые ни разу на сцене-то не были, как они вкладываются, как они развиваются. То есть это первый будет концерт большой. Для многих учеников это будет первый концерт. Вот, но Данила не даст соврать, он тоже курирует работу молодых музыкантов и следит бедительно за тем, как они готовятся к концертам. На самом деле, разница между одной и другой репетициями просто разительная, да, Данила? Да, точно. То есть набирают раз от раза, да, люди? Набирают обороты. Да, расскажи, пожалуйста, про составы, кто там будет. У нас есть в общей сложности пять составов, и ученических там три, получается. Есть роковый состав, попсовый состав. Это чисто ученических, получается. Чисто ученические, да. Роковый состав, попсовый состав и джазовый состав. Первая репетиция, я помню, была у Рокова, когда они начали, все было не очень весело, на самом деле. Да, то есть ребята готовились самостоятельно, с преподавателями. Разбирали композиции какие-то. Конечно, когда они объединились, это было не очень хорошо. А, подождите, самостоятельно, в смысле, не целым коллективом, а каждый дома сам по себе? Да, конечно. Конечно, только так. Дома с преподавателем, то есть все равно там все преподаватели, и все курируют, да. Вот занимаются, допустим, вокалисты, преподаватели по вокалу, готовят вокалистов, да. Там Данил готовит гитаристов. И все это вроде бы само по себе, отдельно, друг от друга звучит классно. Но когда это все собирается вместе, ребята должны быть сыграны. Да, это очень важная составляющая работы в коллективе, как раз вот это, этому тоже учит прайсис-метод наша школа, работать в коллективе, слышать, чувствовать друг друга, да, работать в таком едином тандеме. Это, когда объединяется вся эта энергетика, это невероятный импульс и очень круто. А сейчас уже все три состава готовы к выступлениям, в принципе, то есть в Викобритании все будет суперпространство. Все ученические три состава. А два, я так понял, что педагогические. Не совсем. А что еще там? Есть ученики, есть и преподаватели. Да, ну я тогда расскажу. А там направления какие? Значит, первый выступает, как Дэнил сказал, джазовый состав, затем идет ученический состав. Ученический, ну там преподаватели тоже, между прочим, играют. Да, ну да. Но их меньше, чем половина. Помогают, да, помогают. Состав, который играет поп-музыку, ну такой, там есть и поп-рок тоже, ну немножечко, а так в основном это поп-музыка, там играют только ученики. То есть ученики все сами вкладывались под неусобным контролем преподавателей. Роковый состав тоже только ученики играют. Нет, я там подыгрываю. А, ты, Данил подыгрывай, да. Данил помогает. Страхует, поддерживает. Парикей в темных очках, чтобы не дали. Мы это вырежем с прямого эфира. Вот то есть третий, это роковый состав, затем идет, будет выступление группы «Вираж». Это своего рода ученики и выпускники школы «Практис Метод». То есть у нас есть там барабанщик, который занимался, сейчас он уже вырос, да, скажем так, он занимается, он сейчас уже самостоятельный музыкант. Уже не школьник. Уже не школьник, уже взрослый. Вот, и это команда «Вираж». Я там на вокале выступаю. У Вера будет петь. У Вера будет петь. Это мы тоже вырежем. Это прямого эфира. Это нормально. Я не стесняюсь этого. Вот, и пятый состав, это Сандер Эх, как раз группа «Данила». И Данила, и я чуть-чуть на клавишах, но еще там пару ребят. Дима как раз. Дима Попырин, про который мы сегодня уже говорили, это как раз тот самый состоявшийся человек. Он, на самом деле, в Кирове очень много сделал, мы не будем говорить. На самом деле, в школе занимается очень много, учится играть, петь. Старательнее. Топ-менеджеров, руководителей крупных предприятий. То есть это те самые, да, вот. Это очень важные категории людей. Вот это мальчики-то, которых в свое время вместо музыкальной школы отправили в экономический кружок. Почему вместо музыкальной школы? Я прекрасно знаю много очень крупных бизнесменов, которые в детстве сами играли в группы, где-то все прочее. Потом ушли в бизнес, а сейчас это защемило по старости-то, что жизнь-то ушла, а мы сейчас в их не сделали. Не, ну подождите, я просто, я тоже знаю многих, но эти многие продолжают играть. Ну, не все продолжают играть. Не все продолжают. Играть, когда просто времени не было этим заниматься, сейчас бизнес налажен, чего бы и нет. Я просто знаю этих ребят тоже, которые ходят. Хорошая история. Это отличная история, на самом деле. Да, поэтому учим анонимно в том числе. Что значит анонимно? Ну, чтобы никто не узнал. Вот сейчас мы в эфире не скажем. Да, а потом они вот хоботы такие вышли на сцену, где вы учились-то классно играть? А я всегда умел. Вот скажут они. Просто скрывал. А мы просто поймем по взгляду, что все-таки наши достижения практически нет. Ребят, вот вы говорите, вы раньше у вас, опенеров-то не было таких вот, да, как бы отчетных? Все-таки аппарат-то на улице другой нужен, сейчас аппаратом нормально все? Да. Да, супер, все. Все хорошо? Все супер. Прокачает, получается? Конечно. Отлично. Да, аппарат будет очень хороший, представляют тоже наши хорошие друзья. Мы скажем, кто это. Скажем. Данил. Russians World and студия Вышка. Угу. Сергей Рубцов. Спасибо им большое. Спасибо им большое, да. Да, поэтому по аппарату у нас точно сомнений нет. Он выдержит, он покроет на довольно-таки большую площадь своим звуком. Прокачает точно. Будет очень мощно и очень круто. Композиции, которые будут исполняться, это собственные композиции или это каверы какие-то? Это все каверы. Это каверы. Да, 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 то есть то, что будет интересно слушателям, это самые-самые известные хиты различных направлений, если джаз, то джазовые стандарты известные, All of me и прочее, прочее. То есть это все, что люди уже знают. То есть они на это пойдут, посмотрят, скажут, я тоже так хочу. Сделаем небольшой перерыв, на полторы минутки буквально у нас реклама. Вернемся, еще будет музыка. Будет еще, обязательно будет музыка. Продолжаем нашу программу, которая у нас сегодня. И дневной разворот, и культ поход одновременно. И так как культ поход у нас два в одном, поэтому на всякий случай я напомню номер нашего эфира. 211-101. Я, Аня, правильно сказал? Да, совершенно верно. Мы примем звонок от слушателя или нет одного слушателя, потому что у нас сейчас будет вопрос с хорошим призом. Сергей Церегородцев, куратор школы современной музыки «Практиц-метод». Объясните, пожалуйста, какой будет приз, чтобы люди понимали, с чем мы готовимся. Призом сегодняшней программы будет сертификат подарочный на месяц обучения в нашей школе. Целый месяц обучения. По той специальности, которую... Да, по которой выберет сам человек. Да, выберет человек, который правильный. Инструмент он может выбрать. Инструмент, да. Ну и теперь, наверное, вопрос, а потом музыка, да? Вопрос, а потом музыка. Пока люди будут думать. Вопросы и будут связаны с направлениями, то есть какие направления есть в школе современной музыки «Практиц-метод». То есть на каких инструментах вас могут выучить там играть, да? И на каких инструментах, да, какие стили, я так понимаю, да? Нет, но именно направления. Именно инструменты. Хорошо, отлично. Именно инструменты. Ну что, 211-101, дадим время подумать нашим слушателям. Или поискать, я подскажу. Или поискать, а почему нет, социальные сети всегда в доступе. А мы пока музыку послушаем, а? Конечно. Давай, это здорово. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 на чему учат, да, и каковы результаты. Да, протестировать преподавателей, посмотреть, как это все работает. Познакомиться с ребятами. Познакомиться, посмотреть на уровень, да. Погадай на 14 часов, воскресенье. Вот, Аня, вот мне все-таки хочется другой вопрос задать. Понимаешь, лицо любой школы, это ее выпускники. Вот всегда, значит, заходишь в музыкальную школу, там пишут, вот наш выпускник, там, работая там в Испании, где-то этот, работая там-то. Чем может практисмент, вот сейчас вот взять и сказать, вот, а вот наши там сейчас. Ну, вот наши в Китае сейчас. Ну, наши в Китае, это так, это немножко скажем. Да, на самом деле, Сереж, можно я скажу тогда, да? Каждый год, и это факт, кто-то из учеников в Practice Method поступает в высшее музыкальное учебное заведение в Москве и Петербурге. Да, в прошлом году это была Саша Афанасьева, да, если не ошибаюсь, очень-очень классная гитаристка. Вот сейчас она там учится, она там работает. Сейчас у нас держим кулачки, чтобы... А все уже случилось с Машей, да, у нас? Она поступила? Нет. А Маша теперь у нас гастролирует по всей России, то есть она... Маша с фамилией? Маша Аминева. Аминева, да, очень классная барабанщица, но, по сути, она самая крутая, чуть ли не единственная барабанщица, наверное, из девчонок здесь, в Кирове, вот, и точно самая крутая. А вот это направление мы как-то упустили, да, с самого начала, о том, что у вас ведь можно еще и готовиться к поступлению. Конечно. По поступлению, ну, как в колледже здесь, в Кировске, да, вот в колледже Казенина, так, и, конечно же, в московске, петербургске, ну, нижний, наверное, так уже интересен. Вот и Москва, Питер, да, готовят, конечно. А в кировских топовых группах кто-то? Вот как раз Сергей хотел рассказать про наших преподавателей, которые как раз играют в кировских топовых группах. Да, преподаватели у нас все музыканты. Действующие люди топовые. Действующие музыканты. Да, то есть это люди, которые сами развиваются постоянно, то есть находят что-то новое и делятся своими знаниями, то есть своим опытом. Вот, то есть у нас вот бас-гитарист Максим Куклин, это бас-гитарист из Эль-Танго, Диско Кэтс, ну, во многих проектах как бы задействован, то есть он и как бас-гитарист, и как гитарист где-то может играть. Он тоже мультисментарист. Человек-универсал. Так, про Данила Бодрова мы знаем уже. Сандер Эха. Да, вот преподаватель по барабану у нас Вячеслав. Слава Мерс. Слава Мерс. Известный очень роковый барабанщик, он играл в очень-очень многих коллективах, на такой уже, такой старой закалке уже товарищ. Олдовый. Да, да, да. Он играет в группе Беретта, они выступали как раз недавно на рок над вяткой, по-моему, сейчас они отправились на гастроли. Она с севера, с еще другим его проектом. Анна Задорина, преподаватель по клавишам, она больше на джаз, по джазу специализируется, она может научиться совершенно любому направлению, она тоже постоянно концертирует, выступает в клубе 12, здесь в хот-дог-хаусе недалеко, на различных, очень, площадках города Кирова. Вот, и Анна Шамуранова, конечно, замечательный, замечательный преподаватель по вокалу, у нее тоже очень большой опыт концертной деятельности, она в очень многих коллективах выступала, работала, да, сейчас она все свое свободное время дает своим ученикам, нас у нее очень много, и мы очень ценим те часы, которые она нам предоставляет. На самом деле, вот Сергея, надо соврать, прям бьемся за время у Ани, потому что очень сложно к ней попасть, но это прям, это того стоит. А мы сейчас вот ученика-то спросим Даниила Борисова, Даня, у нас больше играет сегодня, чем говорит в микрофон, да? Но вот тем не менее, Даня, а вы как пришли в школу, скажите, пожалуйста. Я сначала входил к другому преподавателю, как в государственную школу, вот. Я подумал, что мне этого недостаточно. То есть вы в музыкальной школе учились или часто брали, вот частным образом? Вдохновение. Да, я знаю, да, центр отборченки. Я ходил туда индивидуально на уроки гитары и подумал, что мне мало этого. Зашел в интернет и начал искать там уроки гитары в Кирове. Посмотрел, то, что вот тут пробное занятие, можно пойти попробовать, я думаю, почему нет? Я напоминаю, что мы сертификаты разыгрываем на месяц занятий бесплатных. У нас на телефоне-то есть, Аня? У нас есть наши коллеги, да, но, видимо, просто у нас не очень привычное время. У нас же будет, по-моему, 12-й по этой звонке. Никто пока не караунился за телефоном. Но мы оставим подарки. Хорошо, спасибо, мы разыграем. Единственное, чтобы нам не забудьте еще и ответ на вопросы ставить, да? Иначе мы его разыграем. Хорошо. Пошел я искать эту школу, значит, ну, там такой неприметный дворик. В общем, немножко я помучался с тем, чтобы ее найти. Да, адрес-то можно назвать, кстати. Урискова 36-1. Ну, это такой уж и неприметный дворик-то вообще. Да, это за филармонию как раз, за парком. Справа от телевышки такой большой. Очень приметный дворик. Замеменитый уже. Вот. Ну, то есть я туда зашел, и все так было по-домашнему, атмосфера. То есть стоят тапочки, их можно одеть, если ты там, допустим, грязно на улице, да. Есть кулер с водой. В общем, все. Чашечки, печеньки, да, вот это вот. Тапочки, печеньки. Все по-своему, да. Купили за печеньки, короче, парни. И я попал на занятие к педагогу Сергею, по-моему. К Никите ты попал. К Никите? К Никите. К Никите, хорошо. Хорошо, это был Никита. Ну, он очень круто провел занятие. То есть вот сколько я ходил на пробное занятие, мне как-то смутно показывали. То есть вот есть аккорд ля, есть аккорд до, там рассказывали, вот можно играть правой, можно еще левой себе помогать. То есть, а тут прямо Никита рассказал конкретно, что делать, что я могу. Спросил про мой уровень игры на гитаре. То есть рассказал, куда мне и как двигаться. И, в общем, это круто все было. В общем, я подумал, что стоит месяц оплатить и походить. И так и осталось. У Данила я занимаюсь, что получается, два месяца, три. Больше. С апреля, по-моему. Нет, ну это платно я занимался, два или три месяца. А потом... Да, Данил его сразу увидел, взял в оборот и их себе в группу забрал. И срослось. Так, есть у нас звонок, я так понимаю. Нет, там понимание по теме звонок. У нас, кстати, он на время заканчивается, уже, наверное, стоит еще раз проанонсировать мероприятие. Еще раз так четко, когда, где... Да, ближайшее воскресенье, 25 августа, в 2 часа дня ровно мы начинаем. Это парк Гагарина, рядом с филармонией. Сцена с ракушкой. Сцена с ракушкой, да, всем известная, все услышат, все увидят нас. Приходите, мы будем играть там несколько часов подряд. То есть 5 коллективов? 5 коллективов музыкантов, начинающих и очень опытных. Вот ждем всех, подарки, призы гостям обеспечим. Много розыгрышей, много призов. Конечно, конечно. Приходите, будет интересно, да? Благодарим наших гостей. Сергей Церегородцев, куратор школы современной музыки «Практис Метод», Данила Бодрова, преподавателя школы, Данила Борисова и Вера Власова, учеников школы. В общем, ребята, все вместе организаторы фестиваля, о котором мы сегодня говорили. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Минной разворот. Спасибо большое. Всего доброго. Заканчивается культпоход через 20 минут. Погласен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok